Привет, мои биатлонные друзья! Ну, вот никогда такого не было, и вот опять. У нас в биатлоне новый допинговый случай, причем не какое-то дело столетней давности, подробности которого всплыли сейчас, а самое, что ни на есть свежайшее. Русада дисквалифицировала, ну, Союз биатлонистов России дисквалифицировал по результатам анализа Русада. Это биатлонистку Викторию Коновалову, представляющую Красноярский край и Забайкальский край, 20-летнюю юниорку, которая сдала положительный тест на декабрьских всероссийских соревнованиях. В пробе у нее был обнаружен аксандролон, это серьезный стероидный препарат, который используется для роста мышечной массы, и сложно, в общем-то, представить, что это какая-то ошибка или случайность. По новому кодексу ВАДА полагается за такое 4 года, и по сути можно сказать, что у девушки карьера на этом закончена. То есть, когда дисквалификация закончится, ей будет 24, чем она будет заниматься эти все 4 года, но я думаю, сейчас лучше будет сосредоточиться на учебе и получении другой профессии. Опять же, какая история, начинала она заниматься лыжными гонками в Забайкальском крае, потом перебралась в Красноярский край тренеру Людмиле Пановой, то есть, в общем-то, пошла по пути Маргариты Васильевой, тоже из Забайкальского края в Академию биатлона, тот же тренер, ну и, если говорить еще о других совпадениях, то тот же Оксандр Алон вменяют в вину Евгению Устюгову, тоже красноярскому биатлонисту, который его употреблял при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Ну и, соответственно, Союз биатлонистов России уже прокомментировал эту ситуацию, что будет проведено полностью служебное расследование по этому допинговому случаю. И хочется верить, что это не просто так сказаны для проформы слова, а начнут, наконец-то, такие все случаи расследовать от и до, то есть, как попал допинг в организм спортсменки, кто ее к этому склонял и так далее и тому подобное. Эти результаты будут обязательно опубликованы. Было бы интересно за всем этим отследить, потому что сейчас информация появилась сначала на сайте Русада, потом уже заинтересовались журналисты, и потом последовала реакция от СБР. Хотя, на мой взгляд, СБР, так же, как и IBU, должен выступать первоисточником в подобных вещах. Ну, соответственно, какие тут могут быть сделаны выводы? То, что, во-первых, допинг в российском спорте еще полностью не устранен. Да, это хорошо, что существует контроль даже на внутрироссийских юниорских стартах, что Русада делает свою работу и наказывает подобным образом нарушителей. Но все равно у тренеров же, у спортсменов возникает мысль о том, что вот можно что-то принять и как-то избежать наказания, и добиться каких-то результатов. И самое страшное, что сейчас, если на высшем уровне, где все находятся под крышей IBU, и там уже не смухлюешь, с этим более-менее разобрались, то на младших возрастах по-прежнему возникают такие ситуации. То есть, в данном случае у спортсменки не было каких-то выдающихся результатов в прошлые два сезона, когда она только перешла в биатлон, начала заниматься. А в этом году поставлена задача бороться на первенство мира. О успехах в декабре уже начали писать и местная пресса, и все, и подавать это в контексте того, что вот наша надежда, может быть, проявит себя на первенстве мира. Она несколько раз попадала на подиум в различных гонках, и спринт, и суперспринт, и гонка-преследование. Выиграла в составе эстафеты, и, соответственно, какие-то надежды на нее возлагались, но сейчас мы понимаем, за счет чего был достигнут этот результат. И беда в том, что во многих случаях, вот самое страшное, что такие спортсмены, которые таким образом добиваются результата, они потом попадают на эти соревнования, завоевывают какие-то медали, и потом уже мы начинаем удивляться, а как так вот, почему он по юниорам так здорово выступал, а сейчас, перейдя на международный уровень, куда-то теряется. Поэтому, конечно, здесь необходимо полностью бороться с искоренением подобных случаев, провести полнейшее расследование, и хочется верить, что подключится к этому и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, потому что знаю, что Павел Александрович неоднократно высказывал жесткую позицию в отношении допинга, и были у него претензии, в частности, и к Академии биатлона, и эффективности ее работы. И вот тут самый как раз подходящий момент, все-таки разобраться, что к чему, какова роль личного тренера, какова роль спортсмена, что за препарат, где он оказался. И вот если СБР удастся раскрутить эту цепочку полностью, это будет первый и очень хороший, и позитивный прецедент, который еще и в назидание другим, кто захочет заниматься подобными вещами в дальнейшем. Мы будем также следить за этой ситуацией, как говорится, к допингу должна быть нулевая терпимость, тут двух мнений быть не может. И надеемся, что со временем таких случаев будет все меньше и меньше. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.